Сегодня в программе «Путешествие в Вологду» мы продолжим рассказ о деревянной архитектуре города. Литургия. В чем смысл главного церковного богослужения? Литургия. Здравствуйте. Все наши беседы так или иначе посвящены проблемам нашей веры и жизни Церкви. А одним из главных в жизни Церкви является богослужение. Вот сегодня мы и поговорим о богослужении в Церкви, а конкретно о божественной литургии. Пожалуйста, ваши вопросы. В православной Церкви много разных богослужений. Служат и утром, и вечером, и в храме, и вне храма. Но, насколько я знаю, самое главное – это литургия. А почему именно эта служба является самой главной центром? Действительно, в жизни Церкви богослужений очень много и совершенно разнообразных. Даже существует такое понятие, как «богослужебный круг». И богослужения как бы вращаются, как вот стрелки на циферблате, по кругу. И охватывают собой все пространство суток. Есть утрення, есть вечерня, есть полуношница, есть повечерье. Но вот совершенно отдельно отстоит божественная литургия, потому что это богослужение действительно является всем самым главным существом самой Церкви. Потому что на этом богослужении, на литургии происходит таинство Евхаристии, то есть таинство причащения тела и крови Христовых. Почему это так важно? Потому что сам Господь Иисус Христос на тайной вечере перед своим страданием установил таинство причащения. Он благословил и преломил хлеб и сказал «это тело мое, вкушайте от него». Благословил чашу с вином и сказал «это кровь моя, пейте от нее все, творите это в мое воспоминание». Потому что когда вы причащаетесь тела и крови, вы мою смерть и воскресение проповедуете. То есть принимая участие в таинстве причащения, человек соединяется со Христом, а значит с Богом. И жизнь божественная, жизнь вечная, жизнь Царства Небесная начинает в человеке присутствовать. Можно сказать так, что в этом таинстве человек берет на себя жизнь Христа, а Христос берет на себя жизнь человека. Поэтому это богослужение и главное в нашей Церкви. Спасибо. Пожалуйста, прошу вас вопрос. Скажите, пожалуйста, а когда христиане начали служить литургию, и всегда ли она была такая, как сейчас? Ну, конечно же, литургия, как в современном ее виде, это имеет скорее поздневизантийское происхождение. Поздневизантийское происхождение. И все обряды литургические, чины литургические, литургические песнопения, они формировались с веками, в течение многих-многих веков. Но сама суть литургии, само таинство тела и крови Христовых, когда во время собрания христиан, христиане призывают Святой Дух, чтобы он соделал дары, то есть хлеб и вино, телом и кровью Христовых, стало совершаться сразу после сошествия Святого Духа на апостолов. Об этом нам говорит Священное Писание. Вторая глава – «Деяния святых апостолов». По получении даров Святого Духа в виде огненных языков апостолы стали собирать вокруг себя христиан и совершать вот эту вечерю по образу того, как сам Христос ее совершил на Тайной Вечере. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, литургия всегда утром? Нет, литургия не всегда утром. Литургия не всегда утром. Так совершилось в течение многих столетий, наверное, что литургия стала совершаться в воскресное утреннее время, потому что это стало более удобным и практически удобным для жизни христиан в городах и селах, которые связаны с ежедневным трудом, с работой, с циклом самого солнца, заходом и восходом. Но по уставу и по памяти исторической мы с вами знаем, что литургия совершалась всегда христианами по прошествии субботы. Первые христиане совершали литургию как память о воскрешенном Спасителе, который воскрес на восходе нового дня по прошествии субботы. И поэтому, собственно говоря, появился в календаре новый день недели, который называется воскресенье. Вот, воскресенье. Вот, я еще не закончил, я вам дальше расскажу. И поэтому христиане, первые христиане собирались в ночное время на рассвете нового дня, на рассвете нового дня и совершали обычную литургию. В это ночное время память об этой литургии у нас осталась пасхальная заутрення. Мы совершаем ночную пасхальную литургию в память о первых христианских литургиях. Были случаи, когда литургия совершалась в вечернее время. У нас даже существует по чину несколько дней, когда литургия служится вечером, во время вечерней, накануне праздника Крещения, накануне праздника Рождества Христова. Эти службы называются сочельники на вечере Христова. И тогда литургия совершалась вечером. И вот наше богослужение сохранило эти дни. И у нас до сих пор в храмах совершаются великим постом литургии прежде освященных даров вечером. Вечером. Ну, а в остальное время мы с вами видим, что литургия совершается в обычные воскресные дни. С утра. Пожалуйста. Прошу вас. Литургия – это важное богослужение. А бывают ли дни, когда ее нельзя совершать? Да, существуют дни, когда литургия не совершается. Более того, в течение довольно долгого времени христиане совершали литургию только по воскресеньям. Только по воскресеньям. И никакие другие дни не совершалась литургия, а совершались другие богослужения вот этого самого суточного круга богослужебного. Утреннюю могли совершать, вечернюю, по вечере и так далее. Потому что это считалось особенным днем воскресения Христова и особенным праздником для христиан, когда все христиане, конечно, собирались в церковь для причастия. И надо сказать, что когда христиане по воскресеньям собирались на литургию, не было ни одного человека, который бы не причащался. Все причащались по воскресеньям. И вот это вот правило причастия по воскресеньям ради воскресной литургии сохранили правила святых апостолов. Но потом христианство как религия, государственная в том числе религия, стало развиваться. И стали появляться в церковном календаре праздники. Ну, например, праздник Рождества Христова, который изначально был одним праздником и праздновался вместе с праздником Крещения в один день. Он назывался Богоявлением. Потом эти два дня разделились между собой. Появилось два праздника. И другие праздники – преображение, воздвижение креста, праздники, посвященные Божьей Матери – они все составили еще один богослужебный праздничный круг. И тогда в эти праздники тоже стали совершать литургию. Потом появились еще другие праздники. Например, почитание великих святых. Христиане стали почитать святых, сначала святых мучеников, а потом и других святых, и стали праздновать их память, тоже совершая литургию. И уже окончательно получилось так, что почти что каждый день в богослужебном круге мы можем совершать литургию. Кроме дней Великого Поста, которая сохранила вот эту историческую память о том, что литургия – это день особенный, и совершать эту Евхаристию можно только особенным образом. Поэтому Великим Постом литургия, кроме дней субботы и воскресенья, не совершается. А в среду и пятницу совершается особенная литургия, так называемая литургия прежде освященных даров. То есть в эти дни, в среду и пятницу Великим Постом, христиане причащаются телом и кровью Христовыми, то есть дарами святыми, которые были освящены на литургии воскресный день. На литургии воскресный день. Прошу вас. Отец Алексий, вопрос такой. Вот если человек не посещает литургию, ну, тяжело рано утром вставать, он себя не может считать христианином? Я хочу сказать, что сам человек может себя считать кем угодно. Понимаете? Никто не может запретить человеку считать себя христианином, если он таковым себя ощущает. Но если человек не причащается к святых христовых тайн из-за лени, из-за того, что ему лень вставать в церковь, то встает вопрос о том, а верующий ли этот человек, который ему лень встать и пойти на богослужение, нуждается ли этот человек в Боге, хочет ли этот человек общение с Богом, важно ли для человека Слово, Слово Божие, которое говорит, кто будет пить мою кровь и есть мою плоть, тот будет иметь жизнь вечную. Понимаете? Это заповедь самого Христа. Заповедь самого Христа. Если человек не слышит заповеди Христа и не хочет это слышать, ну, может быть, он себя и считает христианином, но вряд ли им являются. Спасибо. Пожалуйста. Прошу вас. Литургия – это общее дело. Но вот если в храме один священник, и никто больше не пришел на службу, вот сколько человек должно присутствовать в храме, чтобы литургия состоялась? Хотя бы двое. Хотя бы двое. Священник и еще кто-то, кто будет говорить аминь, говорить Господи помилуй, кто будет вместе с ним разделять молитву и разделять Евхаристию. Спасибо. Спасибо вам за ваши вопросы. Очень серьезные вопросы о Евхаристии, о литургии. До встречи. До свидания. Сегодня, как и договаривались, мы с Александром Ериневичем Сазоновым продолжили знакомство с деревянной архитектурой. Отправились на пересечение улиц Благовещенской и Мальцева, где сохранилась уникальная историческая застройка. Оставляем с вами квартал, где мы были на улице Засонимского. Екатерина Велика утвердила первый гвенплан Вологды. Так же, как в Питере, у нас есть три луча. И сворачиваем направо, да, на улицу, бывшую Пятницкую, которая ориентирована на Софийский собор. Это считается самый престижный район города. Самый престижный у нас микрорайон Прибреж. Несколько в другой стране. Это уже совершенно другая история. А мы останавливаемся вот у этого тополя. И мы с вами приехали на так называемую ромбовидную площадь. Так она названа в нашей кровейшеской литературе. Мы с вами стоим на улице Мальцева, которая ориентирована точно на Софийский собор. Раньше называлась Пятницкой, потому что на углу там стояла церковь сейчас несена. И вот с первого генерального плана, с конца 18 века, здесь все дома, которые здесь стояли, они всегда стоят под 45 градусов перекрестка. Ромбовидная площадь. В кровейшеской литературе такое название. Вот этот дом средины 19 века, самый традиционный вологодский дом, которых было, я не знаю, сотни. Вот с угловым расположением балкона. Все в нем традиционные. Вот эти лопатки и наличники в верхней части, которые имеют веерообразные украшения. Все самое типичное. Соседний дом, напротив, он тоже с балконами, но совершенно другими. Ни одного резного элемента, если не считать балясин. Но только с торца плотник решил позабавиться, разделав оконные проемы в стиле возрождения. Когда дом реставрировали, нашли замурованную бутылку, в ней записка. Апреля 1900 года начата закладка сего дома, принадлежащего вологодской мещанке Александре Горминдонтовне Макаушкиной, подрядчик каменных работ, бородки на плотничных Михаил Кузенков. В этом доме дворянина-дружинина средины 19 века, в 1918 году, произошли интересные знаковые события. Из Петрограда большинство дипломатов взяло да переехало в Вологду. Зачем мы эти сделали? Оставим за кадром. А я хотел сказать, что в этом доме работал международный король шпионов Сиднер Элли, под псевдонимом Амалин Гиллес, как у Александра Байкова. Каким образом? Ну вот, потому что здесь находилось английское вице-консульство. Ну а мы от этого дома углубимся еще вглубь квартала по улице Благовещенской. Там еще есть 2-3 памятника, о которых я бы хотел рассказать. Пойдем. Хочу рассказать вам о доме, который раньше был мой любимый дом салатного цвета. Не знаю, откуда на нее. Желтый тоже красивый. Желтый, желтый. Сейчас самый любимый стал желтым. Потому что он отреставрирован в советское время. Вот к нему хочется подойти, руками потрогать. Обратите внимание тоже на модернные двери со стилизованными виноградными гроздьями, с пеленками четырехчастными. Тут же есть и мотивы древнерусские. В этом участке три дома, которые можно с натяжкой считать за аборигены Волок до этого квартала. Вот с таким минимальным разрывом. Почему я говорю, что этот дом был раньше мой любимый? Потому что выглядел он вот так. Вот он прекрасно иллюстрировал ту мысль, что Вологда городу и миру дала свой тип двухэтажного деревянного дома с угловым расположением балкона. Это вклад Вологды в мировую архитектуру. И о нем можно говорить, как в части вологодских традиций, значит, композиция с угловым балконом. Обратите внимание, карниз далеко выходит за пределы плоскости фасада. Дом выстроен по вологодским традициям, но в нем есть элементы модерна. Ну, в частности, вот эти вещи это модерн. Листочки в верхней части фронтона с тремя точечками это тоже модерн. Яркий представитель модерна двери, вот потом можно пройти, посмотреть. И если вы посмотрите на дом со стороны бокового фасада, а он там трехэтажный с той стороны, вы в центре фронтона увидите такую резную деревянную деталь, прясло или полотенце. Вот если в кижах были, вот там в доме Ошевнева тоже вот такое прясло-полотенце. То есть, подвожу итоги, дом выстроен традиционно вологодского типа, но мастера не чуждались применять элементы из стиля или стилевого направления каменного зодчества модерн и черпали сколько могли и сокровищницы народного зодчества. И все в одном доме. Вот когда этот дом реставрировали, меня спрашивали, как с вашей точки зрения лучше, методом лифтинга или переборки? Я говорю, я не специалист, в этом не понимаю. Главное мне было, чтобы я после реставрации дом узнал. Сейчас я его не узнаю. Ну вот этот дом, я к нему без натяжки могу с любовью подойти, прикоснуться, руками потрогать, потому что руками это сделано, и дом хранит тепло рук мастеров. Та же самая композиция, угловое расположение балкона, карниз широкого выноса, обратите внимание, обшивка дома елочкой, что тоже придает ему дому своеобразие, и элементы модерна, в дверях я имею стилизованное виноградное гроздья, филенки четырехчастные. А когда я смотрю на опоры балкона, мне вспоминаются вот художники начала 20 века, когда я смотрю на иллюстрации Билибина к русским народным сказкам, я вспоминаю, что ворота имели вот такие верии, как вот здесь. То есть опять сплав и вологодских традиций, и стиля каменного зодчества, и народного, и все в одном доме. Наша экскурсия по деревянной Вологде завершилась в уже отреставрированном особняке. Сейчас здесь цветочный магазин. Владельцы дома сохранили не только внешний облик здания, но и бережно отремонтировали полы, дверные рамы, лестницу, а главное не нарушили особую атмосферу деревянного дома. А вот о том, как происходит процесс реставрации, Григорию рассказали в одном из старейших вологодских особняков в доме дворян заседских. Сюда, что ли? Ух ты! Тук-тук! Есть кто живой? Как у вас тут? Да, слушайте, грандиозно. Ну, рассказывайте, что вы тут делаете? В первую очередь изучаем изразцы. То есть вот это изразцы с печей. Можно? Да, конечно. Готовимся к реставрации печей. Внутренняя часть топки уже у нас проведена реставрационной работой. Как раз вот эти части как определили, что насколько это старые изразцы? Во-первых, здесь нет никакого клейма. От пальцев как будто... Это следы, да. Так и есть? Это ручная работа. Это какое время? Это конец 18-го века. Это какой год? 1785-й год? 1885-й год. А какая площадь? Здесь площадь больше 200 квадратов, поскольку здесь будет еще чердачное помещение использоваться, то есть суммарно площадь, наверное, больше 400 квадратов будет. То есть это очень большой дом. Это дом же какого-то статского советника, судьи. Дом заседских он у нас называется. Дом заседских. Это что, сруб? В первую очередь, да, это сруб, классический сруб. В чашу, в лапу. Здесь в чашу частично где-то применяется лапа. Во-первых, мы проводили дендроэкономический анализ, то есть проводили, определяли, из чего сделан сруб, из какой древесины, то есть хвоя, какая хвоя? сосна, ель, это все ель, причем большого диаметра. Определили, когда, в какой период ремонтировались эти бревна, эти венцы. То есть на самом деле не один раз происходил ремонт этих домов, замена этих венцов. Но надо сказать, что за этим домом все-таки следили, поскольку здесь было учебное заведение, ремонтироваться, крыша, ремонтировались полы, то есть мы на полах, которых находимся, здесь менялись балки. вот эти полы именно, чистовой пол они сохранили полностью весь. То есть и мы его также сохранили, все у нас останется, но балки поменяли, балки, причем здесь, что им было интересно, завели их из железобетона. То есть это все ель, да? Да, здесь большая часть именно в стенах срубы, это ель. Экспертизия нам уже подтвердила это. Это что? Это войлок? Это войлок. Ух ты. В какой-то период, собственники дома наверное поняли, что они замерзают. И под стену, под штукатурку они сделали вот это войлочное основание, дальше драмку наколотили вот эти досочки. И причем все эти досочки, они еще на кованых гвоздях. То есть это говорит о том, что это очень старая древесина. Это было очень сделано ну как минимум не при строительстве, а где-то в середине 19 века примерно так. А вот скажите, мне интересно, как будто колонна стоит на пеньке. Почему это не цельная конструкция? В этом вся и заключается смысл реставрации. Это называется протезирование. А там какой-то шип стоит? Да, обязательно. Шип, паз, и это все как традиционное мы делаем. Вот старый поручень там оставили, допустим, здесь также протезы установили. А вот это уже новые наличники или старые? Наличники все старые. Все старые. Обшивка тоже, вот если посмотреть обшивку, вот если на эту, ну здесь частично, она старая, вот например, вот это так вот сразу видно, что она старая, она видите, не видно. Вот это новое. Да, понятно. А вот это все, вот эти все розеточки, это все оригинальное. Это все подлинное. Цель реставрации главная наша, сохранить максимально подлинного материала. Для нас, для чего мы здесь? Ну, реставрация. Нет, я отличаю реставрацию от ремонта, да. А печей сколько здесь? Печей, ну, по первому этажу здесь у нас получается четыре печи. То есть в каждой комнате? Ну, раньше в каждой комнате должна была печь. А печь, тоже времен постройки? Да, печи это именно времен постройки. То есть все типовые печи у нас, какие-то в других домах встречаются, они намного проще. То есть вот эти, они именно, печи очень богатые. То есть это сразу говорит о том, что все-таки статус дома в Волгогрянске. А это вот, а это новые уже стены, да? Мы ее вот воссоздали именно, опять же, из того же материала. Плюс мы еще делали гидроизоляцию, все так же делали по старинке. А старинная гидроизоляция это? Береста? Все верно. То есть когда вы заходите в дом, вы можете посмотреть, там береста как раз между цоколем и деревом. Да, так и есть. Вот, например, на стенах, вот видите, доски приколочены. Доски. Вот эти. И на досках идут канавки небольшие. Как думаете, для чего канавки? Не знаю даже. Нужен для воды, в принципе. Ну, да. Эта доска использовалась здесь повторно. Раньше все кровли, у нас, по крайней мере, в Вологде, они были деревянные. А, то есть это кровельная доска, это железо для воды буквально. ее повторно использовали. Ее сняли с крыши, она в хорошем состоянии, ее приколотили сюда. Ух ты. То есть это повторно использовали материал очень часто. А дранка тут не популярна была? Нет, дранка, особенно на дворянских домах, нет. Здесь у нас леса было всегда много, и поэтому с этим проблем у нас не было. Понятно. Слушайте, ну и сколько эта реставрация может занять? Это же годы какие-то. Ну вот смотрите, все зависит от того, как... Ну, мы планируем где-то в течение пяти лет, то есть вот уже три года идут реставрационные работы, но за три года мы сделали очень много, на самом деле. Черновую работу. В принципе, сейчас-то уже как раз выходим на чистовые работы. То есть мы в этом году закончим фасады и уже потом будем работать внутри. Ух ты. Да, прекрасно. Цвет железа очень подбирали долго. То есть это парк, там Кремль. Да. Вид, конечно же, отсюда очень, очень хороший. В доме Заседских мы встретились с архитектором Владимиром Лукиным, который по старым фотографиям и чертежам разрабатывал проект реставрации усадьбы не только самого дома, но и всех строений на территории. И он пригласил нас посмотреть еще один объект, который сейчас находится в работе. На этот раз и речь идет о доходном доме на улице Кирова. Нам провели подробную экскурсию, рассказали о проблемах этого дома. Поразила тщательность и любовь, с которой проводится реставрация. Играет музыка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова